Уважаемые коллеги, Майдопад называется «Визиты членов королевской фамилии Ромини в Россию в конце XIX – начале XX веков и ответный визит императора Николая II в Констанцию в 1914 году». В конце XIX – начале XX веков в России строго соблюдались нормы дипломатического протокола, основанные на европейских традициях и тесно связанные с приборными дикетами. В подготовительный период учреждениями Министерства иностранных дел и Министерства императорского отмена проделывалась огромная организационная работа. Согласовывались и утверждались программы пребывания, счастье набавлялись списки представляемых и приглашаемых лиц, награждаемых ординарными медалями и всевозможными подарками. Учитывались пожелания и личные вкусы высочайших особ и членов их семьи. Вместо встреч высочайших особ были в основном Санкт-Петербург, Царское село и Петербург. Для перемещения гостей выделялись императорские поезда, яхты и придворные экипажи. В честь гостей давались завтраки, обеды и парадные спектакли, на которых присутствовало большое количество людей. Император назначал лиц, которых нередко выбирал лично и в задачу которых входило встречать границы на заднем протяжении всего визита и провожать до момента пересечения границы. Лица, назначенные состоять при высочайших особах, выбирались из числа света императора и дипломатического корпуса. Дальше значение давалось церемонию, о котором при сухопутных и морских встречах имел свои особенности. Визиты иностранных особ, в том числе членов румынской королевской фамилии и ответные визиты императора широко освещались в лицах Петербургской прессы. Как правило, пресса не давала политических оценок к этим событиям, останавливаясь на подробностях визитов и реакции публики. Отметим, что зачастую из газет можно было узнать факты, которые не были отражены в делах различных учреждений, занимавшихся подготовкой и проведением визитов. С развитием возможностей фотографии в освещении событий принимали участие и профессиональные фотографы, и любители. С появлением возможностей кикаментографии была возможность делать еще и съемки, которые давали еще больше представлений. Дипломатические отношения России и Умунии этого периода, как нельзя, более подтверждают умения исследователей, занимающихся историей дипломатии, о том, что в начале XX века был положен конец влиянию династических связей мировой политики и уже к началу Первой мировой войны. Общий ход в глобалистической политике Европы не зависел от принятия реальных политических решений монахами лично. Политика России в отношении Румынии за период царствования императора Николая II проделала огромный путь. От прохладного отношения к участнице Тройственного союза до дружественной связи взаимных для обеих стран. На коронации Николая II в 1896 году присутствовал наследственный принц Фердинанд и члены делегации Королевства Румынии. Через год состоялся визит короля-короля Первого, который был приурочен к 20-летию победы России в войне 1877-1878 года. Был выверен список лиц, которые должны были сопровождать короля Первого. В то же время император Николай Второй назначил тех лиц, которые сопровождали короля в России. Король прибыл 16 июля 1898 года, и затем высокие гости отправились для своего места пребывания, которому был назначен Петербург. На следующий день король в сопровождении своих подданных и лиц назначенных императоров отбыл в Петербург на лекции Александрия. Затем была экскурсия, организованная для них в Петропавловские и Сакевские соборы. В Александровской лавре он встречался с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским палладием. Затем в Зимнем дворце король принимал дипломатический корпус и депутацию о Санкт-Петербургской городской думе. После приема король и наследие принца осматривали Зимний дворец и памятник славы в Лейбарде и в Лавском полку. День закончили тем, что вернулись опять же на яхте императорской Александрия Петербурга. Обязательная часть приема это были парадные обеды и за этими обедами всегда произносились тосты. В частности, король Кажел Первый сказал, что воспоминание о моем пребывании в России всегда останется знаменательным в моем сердце. Так же и как в то счастливое время, когда моя молодая гвардия сражалась на полях битв между Дуной и Балканами, рядом с доблестной императорской армией. На следующий день, 18 июля, состоялся осмотр в Красном селе, где на военном поле были выстроены войска Красносельского и Устежорского аргерного сбора. Во время завтрака, который последовал после окончания парадов, король произнес вам «Благодарю от всего сердца Ваше Величество за доставленное счастье видеть вас вновь в слезе блестящих войск, коих отмеченной храбрости и несравненной отвагой, даровавшим мне победу, я восхищался на полях сражений». Имена храбрых гвардийских полков также глубоко запечатлены в моей памяти, как и битвы, уменьшавшие их знамена новыми лаврами. Моя армия с гордостью сражалась с армией, отличающейся высшими военными достоинствами. Вечером состоялся парадный спектакль «Балет жемчужин». В день отъезда королю была представлена депутация от 18-го пехотного лагодского короля руминского полка во главе с командующим. Уже в середине дня Николай II провожал гостей из Балтийского вокзала, оттуда они последовали в Москву и Киев, а затем в Лухарясь через Магилево в Чернавце. В конце апреля 1908 года император Николай II пригласил наследного принца Руминского с супругой на бракосочетание великой княжны Марии Павловны с принцем-берегином Швеции. По желанию самого императора, этому визиту был предан официальный визит. В конце ноября 1912 года великий князь Николай Михайлович посетил Бухарест. Император Николай II лично принимал решение вручить королю I фельдмаршество и жест к 30-летию взятия Киевны и принял решение, чтобы этим человеком был великий князь Николай Михайлович. Дружеское отношение России было высоко оценено правительством и вызвало в стране горящий отклик в Румынии. Вскоре после прибытия румынской делегации на открытие памятника великому князю Николаю Николаевичу состоялся и визит наследного принца Фердиналды, супруга и сыном принца Карлем. Для них были подготовлены апартаменты в Александровском дворце. Гости прибыли 15 марта 1914 года. За эту поездку несколько раз гости присутствовали на военных парадах. В первую очередь это был парад лифт-гвардии Драгунского полка по случаю 100-летнего юбилея. Затем это был парад в честь... Это был парад смотр молодых войск гарнизонов Петербурга, Царского села и других бригадов Санкт-Петербурга. Затем гости посетили аэродром, где для них специально поднимался аппарат «Моноплан» и «Илья Муромец». В это время было известно, что было очень популярно, началось развитие авиации, и гости очень интересовались аппаратом Секорского. Настало время ответного визита Николая II. Министр иностранных дел Салонов так вспоминал, что он представил государю соображения относительно того, чтобы назначить место встречи. И в результате место было выбрано самое удобное для обеих сторон, была выбрана Констанцева. Огромное внимание уделялось подготовке этого визита. Были учтены все пожелания обеих сторон. В первую очередь Николай II учитывал пожелания Карля I. Во время этого согласования самое главное, что было принято решение проводить встречу на суше, и таким образом Николай II I выходил на румынскую землю, а не Карля I перенимался на корабль. Были выверены все списки. Очень большое внимание Карля I уделял перечню тех гостей, которые были приглашены. В частности, по поводу кандидатуры некоторых гостей были сомнения, но опять же Николай II пошел на встречу. Как пример можно привести ректора Ярского университета Стеря, который в молодости был подданным России и был сослан в Сибири. Но Николай II, несмотря на это обстоятельство, принял решение, чтобы господин Стеря вошел в список тех гостей, которые присутствовали при встрече. Также были учтены пожелания по поводу встречи с министром иностранных дел Сазонова, с Каролем Каролем I и встречи Бартиану с Николаем II. С императорской семьей в Констанцию отправлялись 19 лиц, во главе которых были два министра иностранных дел и министерства императорского двора, а также приближенные лица, которые также были приглашены королем на банкет, который состоялся вечером в Констанции, день приезда императорской семьи. 1 июня 1914 года императорская яхта «Штандарт» прибыла в Констанцию, и во время этого визита первое место, куда отправились высочайшие особы, это был собор Петра и Павла. Во время проезда к собору Король I объявил о том, что Николай II назначен шефом артёрского полка. И затем гости и Королем Каролем I вернулись в порт, где посетили элеватор. И затем состоялся осмотр крейсера «Кабул». Это было тоже пожелание Короля I осмотреть военный корабль российский. После этого вернулись на яхту. Николай II принял депутату из Хабцов, которые приживали в Румынии. Очень они хотели, чтобы эта встреча состоялась. Также велись переговоры по поводу того, принимать или не принимать эту депутацию, где в результате было принято решение принято. Затем император принимал Бартиану и министра национальных дел в Парумбаре. В 16.30 состоялся парадный чай на штандарте. Этому чаю принял значение приема парадного, и все приглашенные лица, которые были присутствовали на этом чае, тоже список этих гостей тщательно был уверен. В 18.00 в гости присутствовали на параде, которым командовал лично король. Вечером в город-королевском дворце состоялся парадный обед, во время которого король приветствовал приезд императорской семьи в Румынии и сказал, что доказательства интереса и симпатии к нам не могут мне одушевлять сердца всех румын, и живейшее мое, в частности, участие с самой сердечной признательностью способствует большему укреплению дружеских отношений, столь счастливо установившиеся между Российской империей и моим государством. «Благородный и великодушный почин Вашего Величества в Саузыри и в мирных конференциях в Гааге служат для меня верным залогом, что Ваше Величество оценивает заслуги, которые Румыния могла оказать делу европейского мира во время событий, разыгравшейся в новшем году на Волганском полуострове». В ответной речи император сказал, что под предводительством короля Румыния вступила на путь развития и достигла замечательных успехов. И нигде, как в России, эти успехи не встретили такого же речевого участия. И, опираясь на взаимную симпатию обеих народов, дружба России и Румынии в то же время, как нельзя, более отвечает историческим традициям и интересам обеих государств. Закончился визит императорской семьи, поздно вечером, когда императорская яхта взяла курс на Одессу. Оценивая результаты этой встречи, министр иностранных дел Сарзонов вспоминал, что после окончания визита он встречался с королем, где король первый был очень озабочен политической ситуацией. И все надеялись, что войны не будет, но, увы, случилось то, что случилось. И никому не хотелось верить в том, что наступит катастрофа, но, тем не менее, война состоялась. Российские архивы открыты для всех пользователей. И в делах Министерства иностранных дел, делах Министерства императорского двора и других документов российских архивов находится немало документов, рассказывающих об истории российско-румынских отношений. Время написания доклада я посмотрела как минимум 20 единиц хранения, относится именно к визитам. Покмай, для того, чтобы представить то, что вам было представлено в 15 минут, я посмотрел в 20 минуты. Уминтатства в Министерстве, которые были представлены в этом, что еще очень много исследований, которые могли бы быть интересны для русских коллег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!